Друзья, продолжаем настраивать нашу инфраструктуру и в этом видео мы поговорим о настройке висана. В следующем видео мы поговорим о настройке висана в режиме стретч кластера. Чтобы не было видео у нас опять на полтора часа. По настройкам висана мы уже в первой самой видяшке по настройке по установке висана немножко висан сконфигурировали. То есть мы сконфигурировали кластер, сконфигурили дата-центр, создали в нем кластер, подключили туда хосты и просто активировали висан, просто собрали какой-то базовый сторидж. Теперь поговорим как им управлять и что с него можно сделать. Я буду сразу о двух конфигурациях висана говорить. О гибридной и олл флеш конфигурации. В моем случае демо будет по олл флеш конфигурации. Я буду говорить какие фичи доступны только на олл флеш, а какие доступны и на гибридной инфраструктуре. На гибридной естественно фич будет поменьше, чем на олл флеш. Ну и требования у гибридной инфраструктуры и по лицензионной части меньше, и по физической, по дискам. Олл флеш требует все SSD-шное, естественно, все флешовое. И гибридная требует только SSD или NVMe диски в кэш, а capacity диски можно использовать обычные HDD. Ну и по лицензионности, естественно, олл флеш лицензия стоит дороже. По конфигурации. Для того, чтобы висан у нас работал, нам нужен какой-то кластер. Пока что можно смотреть на кластер NSX-T. Мы будем с ним работать. И отдельный хост для следующей видяшки. Я его специально не заводил в кластер. Расскажу немножко позже, зачем нам нужен отдельно стоящий хост какой-то. По конфигурации. Создали кластер, завели в него хосты. И для того, чтобы висан работал, на каждом хосте мы создали в VM-кернел адаптере, поставили галочку на висан сервисы. Если на хосте нет ни одного VM-кернел адаптера с висаном, с пометкой висан, соответственно, висан на нем не работает. Он не может участвовать в висан-кластере. Ну и в принципе, он будет красным сразу ругаться, что висан сервисы, что хост находится в висан-кластере, но висан сервисы на нем не активны. На каждом хосте, соответственно, на VM-кернеле мы поставили нужные нам галочки. И дальше переходим в конфигурацию уже кластера. Висан конфигурируется на уровне кластера. Конфигурация состоит из двух частей. Первая – это конфигурация самого висана, то есть конфигурация дисков, конфигурация общих сервисов, каких-то настроек базовых. Вторая часть – это конфигурация политик, которые будут уже для виртуальных машин использоваться. Мы начинаем, соответственно, с базовой конфигурации висана. Для того, чтобы висан работал в кластере, его, соответственно, надо turn-on сделать. Ну, он у меня уже включен, поэтому я его выключать не буду. Но больше из настроек только диски у меня еще добавлены. Сейчас покажу, как это происходит. В висан-кластере у нас есть возможность включить дедупликацию и компрессию. Пометка сразу – это работать будет только для all-flash конфигураций. Если у нас не all-flash конфигурация, соответственно, дедупликация и компрессия не работают. По шифрованию. С шифрованием все проще. Шифрование у нас работает и там, и там. И на тех, и на тех дисковых группах. Но для шифрования нам нужен KMS-сервер. Мы по шифрованию отдельно поговорим. Это будет отдельная у нас медяшка, потому что KMS-сервера у меня еще в инфраструктуре нет. Я лентяй еще не доразвернул. И есть отдельная галочка – allow reduce redundancy. Эта опция позволит нам при недостаточной отказоустойчивости все равно работать. То есть, если у нас вылетит в кластере больше хостов, чем мы максимально можем защитить. То есть, к примеру, из четырех хостов вылетит три. Мы сможем еще продолжать на одном работать. Ну, конечно, это будет ужасная работа. Все будет тупить жестко, отказоустойчивость нулевая, а еще и потеря данных, возможно. Поэтому это на свой страх и риск. В нашем случае используются all-flash диски во всех семи серверах. Поэтому мы можем включить дедупликацию и компрессию. Ну, и allow reduce. Шифрования у нас нет. То есть, KMS-сервера у меня нет. Поэтому ничего с ним сделать не могу. Включим пока только дедупликацию и компрессию. Для того, чтобы работало шифрование, это мы пока применим, пусть стоит, на уровне V-центра в вкладке Configure нужно будет сконфигурить кей-менеджмент сервера. Добавить его сюда, сделать Establish Trust, ну и, соответственно, подтянуть сертификаты. После этого только нужно будет, соответственно, использовать KMS-шифрование. KMS-ключи для шифрования дисков и данных. Там пока диски конвертятся, мы идем дальше. Дедупликацию и компрессию мы включили. Шифрования нет. Дальше. Performance Services. Для того, чтобы V-SAN жаловался или не жаловался на производительность свою, выдавал нам какую-то статистику и информацию по доступному ресурсам, мы, соответственно, можем включить Performance Services, которые будут следить за какой-то политикой. Отработкой какой-то политики. Мы используем дефолтную. Нам ее достаточно. Включаем. Соответственно, сейчас у нас будут отрабатывать Performance Services и Compliance. Будет показывать нам статистику, диагностику сети, диагностику работы самого V-SAN. И если что-то с ним пойдет не так, будет сыпать вот такими ошибками, к примеру. Там в Варнинге ничего страшного нету, поэтому на ту ошибку можно особо не обращать сейчас внимания. У V-SAN есть возможность организовать iSCSI Target. Штука интересная. То есть, я могу свой V-SAN-вский Storage отдать какому-то внешнему хосту или какой-то виртуалке по iSCSI. Вырезать какой-то кусок диска и отдать его по iSCSI. iSCSI можно отдать к любым хостам, к любым виртуалкам, кроме iSCSI хостов. То есть, привязать V-SAN-вский iSCSI Target к iSCSI не получится. Он не даст этого сделать, он даже не подключится туда. Такая вот прикольная штука. Ни в nested environment, ни в какой. То есть, просто когда я буду делать connect к этому iSCSI Target, то будет вылетать ошибка. Обходных маневров нету. То есть, если гуглить там или что-то, везде будет сказано, что это невозможно сделать. Да, вот так. Но если надо куда-то к венде или к чему-то подключить, можно, соответственно, сконфигурировать iSCSI Target. Enable. Через какой-то интерфейс выгонять. Дефолтный порт. Аутентификация надо, не надо. И сюда же можно сразу прикрутить политику, как хранить данные для iSCSI. И есть адвансные его опции. В адвансных опциях у нас три конфигурации. Это Object Repair Timer в минутах. Эта конфигурация показывает нам, через сколько минут недоступности какого-то объекта пойдет его rebuild. То есть, если у нас в кластере три сервера, четыре сервера, один из них выпадает больше, чем на 60 минут. Соответственно, те объекты, которые на нем были, если FTT была у него сделана как минимум единица, то есть была где-то копия его данных, то для того, чтобы данные соответствовали указанной политике, отказоустойчивости, соответственно, где-то в кластере будет создана еще одна копия этих данных. Чтобы rebuild просто так не гонялись, в случае reboot или main-tervence небольшого, то rebuild по дефолту запустятся через 60 минут после потери доступа к данным. Дальше. Site Read Locality. Когда мы включаем, то ряды висановских объектов идут локально, с локального сайта. Это будет у нас актуально для Stretch Cluster, когда мы будем размазывать нашу инфраструктуру по нескольким доменам, по нескольким физическим дата-центрам, по нескольким сайтам. Соответственно, чтобы не гонять трафик между дата-центрами, мы можем включить Read Locality. Сейчас он мне его не дает ни включить, ни выключить, потому что у меня все хасты сейчас в одном дата-центре, в одном кластере, в одном фолд-домене. Соответственно, когда в следующей видяшке мы будем говорить о Stretch Cluster, я эту опцию еще раз напомню, еще раз покажу. Третья опция – это тонкий swap файл. Мы помним, что в сфере по умолчанию, если мы включаем виртуальную машину, и у нее в памяти не указана резервация, то есть оперативная память выдается как есть, просто выдаем, то, соответственно, на дата-сторе создается файл подкачки, swap файл, который равен выданной памяти минус то, что зарезервировано. По умолчанию он сразу занимает 100% своего места на дата-сторе, и для Vissan, поскольку Vissan по умолчанию все объекты хранит в тонких дисках, соответственно, есть галочка тоже для swap использовать сразу тонкий диск. Но за этим надо, соответственно, следить, чтобы, если swap все-таки пойдет, чтобы дата-сторе у нас местом выдержали, не перегрузились. Дальше. Конфигурируется диск-менеджмент. Здесь мы конфигурируем дисковые группы. На каждом сервере для Vissan мы должны сконфигурировать какие-то дисковые группы, кто будет, соответственно, отдавать свое пространство в общий дата-стор. В кластере могут быть хосты как с дисками, так и без. Лицензия при этом одинаково юзается. То есть на все хосты в кластере надо лицензию висановскую привязывать. Но могут быть хосты, которые с дисками, могут быть хосты, которые просто вычислительные ресурсы выдают. То есть бездисковые хосты. Для бездисковых, понятно, мы просто активируем галочку Vissan на VM-кернере и загоняем в кластер. Для дисковых хостов, соответственно, мы создаем дисковые группы. Дисковая группа на Vissan – это логический раздел, в котором будут находиться capacity-диски, capacity-tire и кэш. На каждом хосте, который диски отдает, мы, соответственно, создаем минимум одну группу. Максимум у нас поддерживается 5 групп по 7 capacity-дисков и 1 кэшовому диску. То есть в группе дисков у нас может быть минимум и максимум, в любом случае, 1 кэш-диск и от 1 до 7 capacity-дисков. Причем неважно, что в all-flash конфигурации, что в гибридной. Если мы видим сейчас all-flash, то у меня 1 диск под кэш отдан и 2 под capacity. Если мы возьмем другой кластер, здесь у нас гибридные диски стоят, гибридная дисковая группа, и тоже видим, есть 1 диск под кэш и 2 под capacity. То есть других вариантов нет. Максимальные ограничения у нас по дисковым группам это 5 дисковых групп на 1 сервер и по 7 capacity-дисков одному кэш-диску на каждую дисковую группу. То есть получаем максимум 35 дисков capacity и 5 дисков при этом получим на кэш. Если есть возможность для лучшей производительности, естественно, ставим как можно больше дисковых групп, чтобы получить как можно больше кэша на каждую дисковую группу. Ну и это если позволяет финансы и позволяет количество слотов под диски в сервер. В наших серверах всего по 3 диска на сервер можно поставить. То есть там нету больше салазок даже, некуда его впихнуть. Соответственно, 1 диск под кэш и 2 под capacity ушло. У нас другой вариант собрать в принципе сейчас невозможно. На новых серверах я попозже покажу. Там будет по 2 дисковых группы уже на каждый сервер. То есть в каждой дисковой группе будет по 1 кэшу и по 2 capacity-диска. Пока что еще не готовы сервера. Дисковую группу, соответственно, выбираем диски сервера. В моем случае тут используется AllFlash для того, чтобы весь функционал вам сразу показать. Есть кнопочки Claim and Use Disk. Если у нас, соответственно, на сервере есть какие-то неиспользуемые диски, он покажет по всем серверам, какие диски неиспользуемые есть. Ну и если там они есть, то куда их заюзать? На capacity, claim for будет, drop down. Или на кэш тайр. Есть возможность руками создать дисковую группу. Или добавить диски в дисковую группу. Смотря где мы выбрали. Если на хосте, то создать дисковую группу. Дисков нет у нас пустых. Если на дисковой группе, то добавить диски сюда. Я могу в любой момент диски на горячую добавлять, удалять. То есть я могу выбрать нужный мне диск и сказать, что убери его из этой дисковой группы. На случай, если диск полетел, или я хочу его поменять, расширить или что-то сделать. То есть обслужить свои сториджи. Для того, чтобы понять, какой диск я трогаю, есть сверху кнопочки. Засветилось, чтобы LED на диске или потушить. Что такое засветить LED, потушить? Это значит, что на физическом сервере, на диске, на корзине будет лампочка светиться постоянно, чтобы понять, какой же диск я сейчас тронул. Потому что отсюда с интерфейса непонятно, какую салазку, в каком слоте стоит какой диск. И тут же есть сразу кнопочка C-Expected Result. То есть если я его хочу удалить, то прежде чем удалить, я могу сделать C-Expected Result. Ни к чему не приводящая галочка, просто покажет информацию, что если я хочу Full Data Migration, Ensure Accessibility или No Data Migration сделать, удалить этот диск, то к чему это приведет впоследствии. Я могу на каком-то физическом сервере, уже с данными, на дисковой группе где-то какой-то диск кликнуть. Я понял. Там у меня на хосте какие-то inaccessible VMы есть. Не факт, что он сейчас у нас пройдет, потому что есть inaccessible VMы в инфраструктуре. Те, кто недоступны. Мы можем сделать No Data Migration. И он покажет, что при No Data Migration вот эти объекты станут non-compliant. Если я увижу тут где-то inaccessible станет какая-то виртуалка, это значит, что она на этих дисках лежит. Если она станет в non-compliant, это значит, что у нее какие-то данные на этих дисках есть, но в случае, если он сейчас отсюда вылетит, диск, мы можем политику куда-то задублировать данные на какие-то другие диски. Ничего страшного не произойдет. Потеряется отказоустойчивость временно. И немножко производительность может упасть. В чем смысл группы дисковой? На нее назначаются какие-то общие политики на этих дисков? Или в чем? Или просто ограничения по количеству дисков, которые... Ограничения по количеству дисков, ограничения по кэшу. На одну дисковую группу я могу фигануть только один диск под кэш. И все. Дальше, если я сделаю несколько дисковых групп, я смогу между ними еще данные размазывать. Для лучшей производительности. Об этом мы сейчас в политиках поговорим. Создали дисковые группы. И увидели, что у нас на DataStore, соответственно, место... И туда. Вот наш кластер. На DataStore появился Wissan DataStore и его KPS-сети какой-то. Диск менеджментом, в принципе, все. Тут никаких галочек дополнительных нет. Единственное, что, если у нас диски определились на сервере где-то неправильно, я могу в Storage Devices на нужный мне диск, соответственно, поставить галочку Mark S Flash Disk или как HDD. То есть, я могу HDD-шку обозвать Flash Disk и подключить как Flash его. Или наоборот Flash Disk как HDD обозвать. На свой страх и риск. Это не рекомендуется делать. Это только для тестов можно запустить. Понятное дело, что если мы поставим обычный HDD, поставим галочку как Flash Disk и подкинем его в кэш, то с кэшом будет у нас все плохо и производительности одного диска HDD-шного не хватит под кэш. Дальше. Конфигурация Fold Domain. Вот эта конфигурация для двух моментов будет использоваться у нас. Первая это для отказоустойчивости локальной и для Stretch Cluster. Что значит для отказоустойчивости локальной и для Stretch Cluster? Stretch Cluster, как я сказал, мы поговорим отдельно. Идея Stretch Cluster будет это размазать сторидж между несколькими цодами. В нашей инфраструктуре соответственно три хоста на одной площадке, три на другой. И если посмотреть на картинку, нам нужен witness host, наблюдатель наш. Соответственно вот третий хост, третья точка наблюдателем будет. Сейчас мы Stretch Cluster не трогаем. Нас сейчас интересуют Fold Domain. Что такое Fold Domain? Знаешь? Не знаешь. Идея в чем? Мы можем взять серваки, какие-то Blade шасси, неважно в каком они формате будут. В нашем случае как раз вот такие сервера используются. И что мы видим на этих серверах? Что в одном шасси у меня используется четыре сервера стоит. То есть если у меня с этим шасси что-то случится, а у нас уже случалось, мы уже показывали как это происходит, то все четыре сервера у нас потухнут одновременно. К примеру сгорели блоки питания. Или Backplane заглючил. Все четыре сервера у нас вылетели одновременно. И если все четыре сервера у нас вылетели, соответственно все, никаких данных у нас не сохранилось, все упало. Для того чтобы сказать, что если я хочу защититься от падения всего вот этого хоста условного, четырех нот, я могу сказать, что вот эти три сервера у меня в одном фолд-домене, вот эти три в другом. И когда я буду делать отказоустойчивость, репликацию данных, говорить хочу сделать защиту как минимум дублирования данных, то дублироваться они будут между фолд-доменами. Соответственно, фолд-доменом мы считаем те сервера, которые могут одновременно упасть. По любой из причин. Сетевая часть, электропитание или что угодно. Соответственно я могу раскидать три сервера в один фолд-домен, три сервера в другой. Не буду уже его отзывать как-то культурно. Теперь, когда я буду ставить отказоустойчивость в единичку, у нас единичка, это значит n плюс 1. Соответственно, две копии данных будут храниться. Эти копии данных будут у нас лежать на двух разных фолд-доменах. Падение трех хостов не убьет нам данные. Нам они сейчас не нужны. Почему не нужны? Ну, я в следующем видео покажу, как нам от этого собрать стретч-кластер. Причем, обращу внимание, у нас могут быть, если бы серверов больше было, я могу сказать, что у меня можно тут три фолд-домена собрать и сказать, что два находятся на одном сайте. Вернее, четыре сервера находятся на одном сайте в двух разных фолд-доменах. Еще два на втором сайте. Тогда, когда я буду делать отказоустойчивость локальную с дублированием данных, данные будут размазываться между двумя фолд-доменами в пределах одного сайта. И если я ему еще secondary level, secondary FTT сделаю, то оно еще и задублируется на второй сайт. При этом, соответственно, я могу отказоустойчивость для каждой виртуалки контролировать. То есть, если я их разделю по фолд-доменам, по сайтам, я все равно для каждой конкретной виртуалки, для каждого конкретного объекта смогу контролировать, кто реплицируется, кто с отказоустойчивостью работает, кто нет. И четвертая настройка – это ASCASE сервисы. Мы можем ASCASE сервисы включить. В данном кластере ничего страшного не будет. Политику ему дефолтную оставим, аутентификация не надо. И когда ASCASE сервисы включены, соответственно, здесь я смогу вырезать на ASCASE таргеты какие-то луны и куда-то отдать. Сейчас она у нас активируется. Пока политики активируются, можно коленчик курить, пиво пить. Девочек нельзя. Сервис активировался. Соответственно, мы видим ASCASE таргеты и инициатор группы. В группе инициаторов я могу создать, указать, кто может являться инициатором участников. По айпишникам или по IQN добавить их. И в ASCASE таргете я могу создать таргет. Давай. Создать какой-то таргет. IQN. Алиас ему, если надо. Указать, с какой политикой он будет храниться у меня на Visenya. Порт и аутентификация, если нужна. Все. Создал этот таргет, я могу, соответственно, к хосту подключиться. Причем обращу внимание, что... Ну иди в баню. Не хочу я тебе записывать. Сам сгенерит сейчас. Обращу внимание, что для ASCASE таргета будет выбран IO Owner Host. То есть, у меня тут 6 серверов. Но ASCASE будет отдаваться с какого-то одного primary сервера. То есть, я должен буду стучаться ASCASE на него. Если он упадет, соответственно, ASCASE овнером станет кто-то другой. В этом таргете я могу, соответственно, теперь нарезать каких-то лунов. На какой-то объем 0 лун. Алиас как попало. Ну и там 4 гигабайта дать. Подключаясь к этому таргету, к этому хосту по ASCASE, соответственно, я увижу вот этот лун. На практике, в каких случаях, когда применяется такое, допустим, для внешнего сервера Windows Server, на котором должно что-то храниться, или как? То есть, на практике часто применяется? Можно использовать для кластеров типа Microsoft-овских. Когда нам надо общий сторидж между двумя виртуалками, или виртуалкой и физикой, мы, соответственно, можем подключить ASCASE и к виртуалке, и к физике, и получить общую хранилку между двумя сервисами, двумя виртуалками, или двумя хостами. Когда гумхоз полный покажет, он автоматом перейдет на другой, перенастраивает со стороны... Соответственно, со стороны инициатора, надо, чтобы все хосты этого кластера, какие могут отдавать ASCASE, были там в таргетах. Да. Иначе, действительно, да, один хост упал, айпишник поменяется, естественно, он поменяется. И, соответственно, сервис не будет доступен, ASCASE не будет работать. Как бы все. Из настройки базовой ASCASE это все. Дальнейшие все политики, как делать отказоустойчивость, какую приоритизацию и все остальное, идет уже на уровне полиси. То есть, все дальнейшее управление ВИСАНом, на каких дисках хранить, как отказоустойчивость, какие рейды строить и так далее, идет уже с политик. Соответственно, для ВИСАНа мы конфигуруем VM Storage Policy. Как видите, у меня их уже довольно много. Ну, а мы создадим новую. Почему новую? Потому что все те политики, какие у меня есть, они у меня под гибридный ВИСАН. ВИСАН. А мы хотим ее применить сейчас к, соответственно, AllFlash. Нас не интересуют HostBase True. Почему? Потому что у нас не внешние сторожа. Мы можем эти же политики, если у нас сторож с поддержкой Vivolat или VasaWire провайдеры есть, соответственно, еще управлять некоторыми внешними сторожами. У нас интересуют политики для ВИСАНа. Next. И вот то, что теперь мы настраиваем уже для, соответственно, своей инфраструктуры. Что у нас есть? Первое. Site Disaster Tolerance. По умолчанию у нас стандартный кластер. У нас нет никакой отказоустойчивости во второй цент, нет никакой репликации на другую площадку. Соответственно, работаем в пределах одной площадки. Я могу сделать сразу Disaster Recovery между сайтами. Никакой. Никакой Disaster Recovery между сайтами, но при этом у меня есть fold-домены в пределах моего сайта. Только что говорил. У нас есть Dual Site Mirroring, Stretched Cluster. У нас есть хранить данные без отказоустойчивости, но на Preferred Call стороне. Хранить данные на не Preferred Call стороне. И покажу, как это отработает. Failures to Telerate в пределах своего сайта. Никакой отказоустойчивости. FTT 0. Данные хранятся все в одном экземпляре на какой-то дисковой группе. Соответственно, потеря этой дисковой группы приведет к тому, что данные мы полностью потеряли. По дефолту стоит одна ошибка. Поддержка отказа от новой дисковой группы в режиме RAID 1 Mirroring. То есть, у нас все данные дублируются. Есть поддержка выхода из строя двух хостов. Опять же, RAID 1. Только Mirroring теперь уже на N плюс 1. То есть, три копии данных держим. Есть возможность FTT 3 поставить. То есть, хранить четыре копии данных. Вопрос, насколько критичны вам данные и насколько она дает большая отказоустойчивость. RAID 1 работает у нас на любых вариантах Visana. И на гибридной инфраструктуре, и на All-Flash. Для All-Flash доступно дополнительно RAID 5 и RAID 6. RAID 5, соответственно, одна. Для одного диска отказоустойчивость. Для одной дисковой группы можно отказоустойчивость делать. В RAID 6 для двух. Преимущество, соответственно, 5 и 6 в том, что мы не полностью умерерим данные, а работаем именно в режиме RAID 5 и RAID 6. И снизу у нас вот показано, что в шестом RAID на 100 гиговый виртуальный диск виртуальной машины будет использовано 150 гиг пространства общего. Для пятого это будет 133,33 и 3 в периоде гигабайта дисков. То есть мы не полностью все мирерим, а размазываем так, чтобы максимально эффективно пространство использовать. Поэтому, кто там говорит, что SSD диски ставить под весам это дорого, то с учетом компрессии, с учетом дедупликации и RAID 5 и 6, мы пространство используем более эффективно. Если бы мы ввязали чистый мирроринг, то естественно SSD, особенно FTT 2, 3, то соответственно, да, на каждые 100 гигабайт виртуального диска мы бы ввязали 200 гиг физики. И на самом деле, да, расход в два раза сразу увеличивается. Дальше. Advanced Policy Rules. Вот эта настройка уже дальше идет работы с весамом. Первое. Количество дисков, количество диск страйпов на объект. Что такое диск страйпы? Это количество HDD, количество capacity дисков, по каким будет размазан наш объект. То есть, если у нас используется в наших дисковых группах по два capacity диска, я могу смело ставить двоечку, и соответственно, когда мне надо будет что-то считать, соответственно, данные размазаны по двум capacity дисками, с них чтение будет идти быстрее, чем с одного. IOPS limit для объекта. На объект я могу, соответственно, поставить лимиты, сколько IOPS максимум он будет юзать. Обращу внимание, что это не на виртуалку, а на объект. К примеру, если у меня у виртуалки три диска виртуальных подключено, и все три диска с этой политикой будут стоять, в данном случае я поставил IOPS limit 200 IOPS, то виртуалка в максимуме на трех дисках сможет съесть 600 IOPS. Это надо помнить. Object Space Reservation Тонкий provisioning, толстый provisioning или процент резервации. Напомню, что Wissan по умолчанию юзает тонкие диски во всех своих политиках. Соответственно, если мы не хотим следить за пространством на DataStore, мы можем сделать сразу толстые. Но Wissan будет на это ругаться. Он будет говорить, что SIG provision диски на Wissan не нашлись, и это нехорошо. Мы можем забронировать какой-то процент резервации от объема, или тонкие диски оставить. Процент резервации, соответственно, к примеру, на 100 гиговой виртуалке с 25% со стороны Wissan сразу будет 33,33,3 в периоде гигабайта за юзера. Почему не 25, а 33? Потому что возвращаемся назад и вспоминаем, что у нас RAID 5. То есть данные-то учитываются сразу с учетом RAID выбранного. То есть, к примеру, если я сделаю RAID 1 mirroring, то данные у нас 25% резервации, это 25 гиг, но с учетом mirroring в два раза 50. То есть, когда он будет расти, то будет расти, правильно? Да, все будет расти. В максимуме это виртуалка 200 гиг, если. При тонком provisioning место будет расти по мере необходимости. Резервации нет. FlashReadCache reservation. Я могу зарезервировать на хосте FlashReadCache. Сейчас мы сюда вернемся, пока запомним, что его резервация идет со стороны политик на виртуальный объект. Опять же, привязка всех политик идет к объекту, а не к виртуальной машине. На хосте, кроме висановского кеша, могут быть установлены еще дополнительные диски и флешовые диски, естественно. Это NVMe или какие-то ускорители флешовые могут быть, или обычные SSD диски. И, соответственно, я могу их использовать именно под ReadCache. Соответственно, если у меня есть на хосте какой-то объем ReadCache, я могу либо динамически его рассмазывать между всеми объектами, которые его там попросят, либо же зарезервировать в этом ReadCache под виртуальную машину, или под какой-то объект виртуальной машины, какое-то пространство. Для ускорения ее работы, опять же. Обращу внимание, что это только ReadCache, не в Write. Дальше. Disable Object Sum. Нерекомендуемая для выключения опция, когда мы гоняем данные между, особенно между площадками, или между серверами. Соответственно, проверка консистентности данных идет за счет того, что мы сверяем постоянно чексумы. Понятное дело, это дополнительный overhead. И в лабораторках в некоторых я у себя это отключаю. Для того, чтобы по сети меньше трафика гонять и меньше нагрузку на хосты создавать. Но при этом консистентность данных между оригиналами и копией не гарантируется. Если мы Disable Check Sum включаем, то соответственно мы данные на удаленный хост пишем, но не проверяем их целостность. И может случиться так, что данные окажутся неконсистентными. Force Provisioning. Если я сделаю какую-то резервацию или какие-то ресурсы пропишу, и у меня на хостах в своей инфраструктуре не будет хватать ресурсов для размещения такой виртуальной машины, по умолчанию она не создастся. Но если я сделаю Force Provisioning, машина создастся, но ее политика станет non-compliant. То есть он будет предупреждать, что требованиям политики мы не удовлетворяем. Ну, типа раз тебе очень надо, ну окей, ну на тебе. Это вот из конфигурации то, что есть у нас. Ну, теги это я могу на DataStore просто привязать какие-то теги. И соответственно Storage привязать уже еще дополнительно. Если у меня несколько VisantStoreJ в моем кластере привязаны. Вернее не в кластере, а в инфраструктуре. В кластере не может быть несколько VisantStoreJ. Только один. Соответственно, я могу еще указать теги. И когда я буду виртуалку новую создавать в СОДе и привязывать эту политику, она сразу будет говорить мне на каких кластерах и на каких VisantStoreJ я могу, соответственно, находиться. Все. Next. Я что-то забыл. А, я штеги включил сам. Remove. Не надо нам теги. Next. Next. Все. Он показывает вот нам, что у меня есть три DataStore, которые эту политику могут поддержать. Compatible. Соответственно, если я поставлю сейчас какие-то теги или какую-то там конфигурацию, к примеру, RAID 5 или 6, которые только на AllFlash поддерживаются, то Storage Compatibility у меня будет только один мой DataStore, который AllFlash. Все остальное, соответственно, incompatible и работать оно как бы с этой политикой не будет. Соответственно, мы создали политику, прописали правила работы. Видим, что наш DataStore ей удовлетворяет. Finish. Создали политику. Теперь, когда мы будем создавать виртуальную машину в этом кластере, мы создадим пустышку сейчас какую-то. Нажал, нажал. Next. Неважно, как она называется. Мы ее все равно потом удалим. При создании мы сразу можем выбрать VM Storage Policy вот наша. И она нам говорит, что можно вот для этого DataStore ее использовать. Когда я выбрал VM Storage Policy, я эту политику сейчас ко всем объектам виртуальной машины сразу применю. Next. Next. Вообще неважно. Единственное что, чтобы быстрее создавать, мы диск маленький сделаем. Так. Виртуалка создалась. Соответственно, мы поставили в политике отказоустойчивость RAID 5. Размазать по двум дискам. Да и все. Больше мы никаких таких политики не ставили пока что. Соответственно, мы можем со стороны кластера, где там наш Visan, Virtual Objects. Вот наша виртуалка. Мы видим, что у нашей виртуалки есть некоторые объекты. VM Home и Hard Disk. Соответственно, мы ставили пятый RAID. И можем посмотреть View Placement Details. Куда оно у нас сейчас из шести хостов, как оно разместило это все. Мы видим, что у нас Type RAID 5. И что мы получили? У нас стояло вот наш пятый RAID. По четыре диска собрано. Для виртуальной машины мы получили в сумме пятый RAID обычный. Но при этом для дисков у нас стояло еще Stripe. Соответственно, мы получили, что у нас для виртуального диска на каждом хосте, где он у нас есть, есть еще дополнительно RAID 0, Stripe по локальным дискам. То есть, у нас есть хорошая производительность и при этом еще и отказоустойчивость. Большое преимущество использования политик в том, что я могу эту политику теперь на горячую сразу поменять. Вот, не нравится мне пятый RAID. Я хочу шестой. Шестой RAID. Next, Next, Next. И я сразу говорю к виртуалкам применить его. Если я скажу потом, то я могу на виртуалках потом нажать кнопку Force Policy, Compliance и все. Я делаю сразу Yes. Возвращаясь к нашему кластеру. Видим, пока виртуалка еще переконфигурится. Видим, что политика применилась другая и поэтому у нас Reduced availability стало. То есть, пока она не дошла до конца, соответственно, виртуалка не вся отказоустойчивость работает. Рефрешнем. Все, Health. И мы теперь видим, что наш объект будет в RAID 6 уже. RAID 6. Хостов, соответственно, стало у нас больше. Куда оно размазано. И на каждом хосте у нас еще была, соответственно, размазка по двум дискам. Соответственно, RAID 0. На каждом хосте еще мы видим создан. И видим, на каких дисках, соответственно, оно размазано. Если у меня дисков было больше, а я поставил два, то рандомные в два из каждого хостап выбрало. В принципе, это все из конфигурации. Если у нас что-то станет с VISA нам плохо, Health, соответственно, скажет нам, что не так. Ну, он тут жалуется на контроллер не сертифицирован. Это логично. Потому что это Nested Environment. Performance сервисы отключены. Component Size. Да, у нас ограничения есть, потому что размер диска 20 ГБ. Соответственно, максимальный размер одного объекта у нас 20 ГБ ограничен. А рекомендовано не меньше 180. Ну и окей. Все, все остальное в состоянии здоровом. Физикал диски. Состояние физических дисков на каждом хосте. Видно, что если на этом хосте есть какой-то объект, то вот, соответственно, какие объекты на каком диске размазаны. Тут вот есть на этом диске и VM Home, и Virtual Disk. Здесь только Hard Disk. Тут еще вот Swap появился. А, это ASCase появился. Ну, то есть, видно, какие объекты на каких дисках находятся. При этом, если я теперь в конфигурации захочу диск обслужить или поменять какой-то конкретный, то перед удалением я могу информацию посмотреть, и он мне скажет, что нифига, оно тут не отработает. Почему не отработает? А потому что у нас хостов всего 6. А RAID 6 как раз и завязал. Ну, а если No Data Migration сделаю, то, соответственно, он у нас скажет, что ничего никуда не мигрирует, и объект упадет в доступность. Так, что еще из монитора у нас осталось? Resync Option. Ресинхронизация. Если у нас пошла отказоустойчивость, напомню, что она у нас пойдет через 60 минут по дефолту. Вот тут у нас есть таймер. Соответственно, покажет, сколько объектов у нас не удовлетворяет политики, сколько байт осталось засинхронизировать. Примерное время его. И если мы сделали расписание, соответственно, я могу сделать либо ждать по таймеру, когда оно запустится, либо же сделать Resync Now и не париться. В Resync Throttling многие говорят, что запустить Resync на сеть, сеть ляжет. Для этого, соответственно, есть Resync Throttling. Я могу, соответственно, ограничить пропускную способность на ресинхронизацию. Так, чтобы не уложить свою физику. Proactive Tests. Чисто поиграться. Я, на самом деле, смысла от них не вижу, потому что тут правильно написано для производительности юзайте HCI Bench. Качайте виртуалочку и ставьте ее. Отсюда можно посмотреть VM Creation Test. На всех ли хостах можно виртуалки посоздавать, все ли работает из сервисов. Как видим, он пошел создавать кучу виртуальных машин, чисто протестить скорость создания и возможность вообще, создастся она или нет. На всех ли хостах Vissamut работает. И Network Performance Test. Прогнать просто небольшой объем трафика между хостами, чтобы померить скорость работы инфраструктуры сетевой. Я уже подожду. Сейчас он Health Check пройдет по виртуалкам. Это nested environment, поэтому тут немножко долго создаются и удаляются виртуалки. Мы видим их. Вот 6 штук создалось для 6 хостов и 6 удалилось. Все паст, все окей, все хосты у нас в Vissamut работают нормально. На физике у меня гораздо быстрее это отрабатывает. И Network Performance Test. Это погонять сетевые пакеты между хостами. Run. И он нам сейчас покажет, какие хосты, как хосты между собой общаются и на какой скорости. Он у меня сейчас должен стать в warning или в красный, потому что хосты находятся на разной физике. Кто на одной физической ноде находится, там 10 гигабит между собой общение. Кто за пределами, там гигабит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пусть гоняется Висит у нас пока Пойдем дальше, чтобы не ждать Капасити Можем посмотреть Капасити юзаж Сколько используется из Висана Под что Под ISCASE Под overhead файловой системы Под объекты самих виртуальных машин Или виртуальные диски Можем посчитать Сколько юзаж Под каждую политику у нас пойдет Видим рядом у нас Уровень дедупликации компрессии Сейчас у нас Идет 23,39 гигабайта Экономии То есть Реально юзается 10,09 гигабайта А если мы вырубим компрессию Дедупликацию То было в 33,48 То есть Уровень компрессии у меня сейчас 3,32 здесь Так Что еще тут интересного есть Перформанс Это соответственно смотрим Сидим за производительностью Перформанс сервисы Надо сначала включить Как я говорил Для того чтобы работала Производительность Счетчики Хоть какие-то Аплай Но пока оно туда плавится Я на другом кластере покажу В принципе разницы никакой нету Перформанс показывает нам и опсы По виртуальным машинам Максимум можно смотреть За 24 часа последних Или же я могу Тайм период указать Кастомный Кастомный тайм период Я могу сохранить себе Но отсюда Из live view Только 24 часа Последних видно Видим по иопсам На виртуальной машине Сколько юзала Латенси Пропускную способность И Запросы То же самое могу Посмотреть по бэкэнду Сколько реально Теперь на физике Как это ушло Напомню что у нас Политики там Размазать по нескольким дискам Сделать отказоустойчивость Соответственно Иопсов При отказоустойчивости При вирролинге Юзается в два раза больше На физику Чем на виртуалке Сроупут по физике Видим и латенси По физике тоже И если были включены iSkazi сервисы То по iSkazi Соответственно Тоже статистика есть Тут она у нас уже Конфигурировалась Сейчас перформансы Должно нам показать Не покажет Потому что Еще не насобирала Я уже показал На соседнем кластере Перформанс диагностик Я могу посмотреть Бенчмарки Какие это Прогнать по максимальным Иопсам Максимальным Сроупут Минимальный Латенси Я могу Указать Бенчмарк Гол К чему я стремлюсь Максимальный Сроупут Максимальный Иопс Минимальная Задержка И соответственно Провести анализ Какие узкие места У нас есть Для того чтобы Что мешает Мне достичь Минимальной Латенси Максимальной Производительности И так далее Я могу на реальном Кластере Это включить Макс иопс Что нам мешает Для максимальных Иопсов За последний час Вот он говорит Исан ВМ Консумпшены И дисковые Группы Неактивной Юзации То есть Это нам Влияет На максимальные Иопсы И как нам Минимизировать Латенси Соответственно Тоже покажет Ну и на Аск ВМВар И сразу Перекинет На Кнолледжбейс ВМВар И покажет А что сделать Чтобы Улучшить Ситуацию Я уже ждать не буду В принципе Там просто Ссылки на КБшки Покидает На вкладке Саппорт Есть возможность Соответственно Сделать Присоединиться К Кастумер Экспириенс Программ Есть возможность Скачать Обфускейшн Мап Полезная штука Когда мы кидаем Какой-то Суппорт Реквест В Соответственно ВМВар И глобал Суппорт То У нас идет Опускация Данных Небольшая И для того Чтобы понять Что на что Отвечает Соответственно Я могу Обфускейшн Мап Им отдать Чтобы они Могли Разобрать Логи Уже Полноценные По умолчанию Мы отдаем Анонимную Статистику В Кастумер Экспириенс Программ Соответственно Если Хотим Эту статистику Деанонимизировать Нам надо Вот этот Обфускейшн Мап Разобрать Что куда Невозможно Ну и все Данных У нас За период Никакой Нет Результаты Мы не посмотрим Производительность Все Это То что касается Базовой Конфигурации Висана Если вопросы Есть Пишите В комментарии Что там Подписывайтесь Ставьте лайки Всем Чао Колокольчик Колокольчик Обязательно Снизу Где-то там Он есть Я еще Сам не разобрался Но где-то Он там Есть Да Обязательно А еще Надо Расшарить Во всех Социалках Всем друзьям Посоветовать Подписаться Потому что Нам надо Тысяча подписчиков И Сто тысяч Просмотренного Сто тысяч Часов Просмотренного Видео Также Спонсоры Патриона И тому Подобное А да Спонсоры И все остальное Тоже пишите нам Куда-то там Реклама То другими Обращайтесь Да Куда-то там Пишите Все Продолжение следует... Продолжение следует...